Ах, грустная тема. Но я не мог обойти, почему. Потому что я не знаю, почему именно в эти дни Ксенофон-то Владимир написал это письмо. Может быть, где-то оттуда-то с того света пришла какая-то весточка. Дема грустная такая, что я столько переживал все это дело. Был уникальнейший человек. Такие одни на миллион родятся. Они как бы, сказать, ну не в том веке родились. Я говорю, таких людей, у меня так отец умер, лучший, я считаю, лучший человек на свете, мужчина, да. Вот еще несколько случаев. Я говорю, наверное, из этих людей ангелов готовят. Вот там не хватает штата у них ангелов. Быстренько раз, вот тебе болезнь смертельная, рак, и все. А у него быстренько не получилось. Давайте так, по порядку, об этом уникальном человеке. Просматривая ваши фильмы, заинтересовался землячкой ногой Татьяны Александровны. Она проживала совсем рядом с собой, в 110 км, прочел я статьи «Ее путь выращивания». Я ей помогал печататься, проще говоря, так вульгарно, раскрутиться ей помогал. Хотел съездить, посмотреть воочию, но есть вопрос, на который может идти только вы. Есть ли это возможно? Как давно покинула Татьяна Александровна земной мир? Я могу только сказать, что несколько лет назад. У меня вся жизнь как-то все... Не та у меня память. Несколько лет назад. Она даже мне, своему ближайшему другу, не сказала, что у нее рак. Вот раз и нет ее. Вот что только... Есть и продолжать ее дело. Ведь на фото у нее там дочь. Ну, заранее, чуть вперед пролесну. Вот она, дочь. Вот, к сожалению, я с ней общался по этой грустной теме. Сейчас объясню. Это, может быть, и сейчас еще это... Знаете, когда умирает человек, это понятно, мы все умрем. Но когда умирает дело жизни, это страшно. Это надо жить среди равнодушных людей в такой стране, чтобы потерять то, на что она потратила жизнь. Ну, дойдем. Здесь у вас контакт, телефон, сайт, дочери, продолжать это и дело. А то как-то без согласия приехать было не принято. Ну, во-первых, все это было. Сейчас я чуть-чуть пролесну, прокомментирую. Вот это все, что было у меня. Я специально на начало нашей переписки дружбы. Что-то, может, телефон ответит. Может, уже не ответит никогда. Может, адрес ответит. Может, на сайте что-то. И мне очень тяжело морально возвращаться к этому. Пережить все сначала, ее смерть. Вот. Ужасно. Получается, что есть, потом отдельно скопируйте, поищите. Вот. Теперь. Хотел член-код для прививки попросить ее чудное сорто. Я, во-первых, свидетельствую. Да. Вы посмотрите. Вы, знаете, видели такое? Вот. У нее ожидала ее неминуемая смерть. Потом, а это даже есть в нашей переписке. Вот. Смотрите. Как-то это очень важно. Я почему говорю, почему нам следы нужны? Почему я железу придумал? Можете, я, может, с чужих слов. Но вот такое вот крылатое выражение. Время, проведенное в саду, не засчитывается в срок жизни. Она прожила много лишних лет, когда была приговорена. Как-то я очень сильно заболела. Разуреющаясь, по врачам решила, что лучше умру дома. Не обременяя, не мучая других. Представляете, не обременяя. Когда надежды не оставалась, увидела во сне сыплющись. Откуда-то сверху, сплошным потоком, спела яблоки. Какой-то голос. Все время повторяющий. Ешь яблоки, ешь яблоки. А потом она сотворила чудо. Это я уже. Там ниже есть моя переписка, да? Вот. С ней. Она мне писала эти фотографии. Ну. Чудо. Вот. Фотографию с дочкой. Еще десяток фотографий. И на одной из них я увидел вот эту вот пчелу или осу. Я до сих пор не могу понять, что это. Пчела или оса. Вот. В любом случае кусается здорово. Которая, яблоки, которые не упали, не гнили. А на дереве, чтобы оса брала нектар или сахар. Это невозможно практически. Вот. Обойдите все сады, не увидите ни разу. Вот. А у нее... А она сделала фотографию. И сама даже не поняла, что она... А вот тогда я ее поднял на щит. Татьяна Александровна, вы худезница. У вас действительно яблоки сладчайшие. А ведь вы знаете, что такое вырастите семечко яблок? А? А 8 сортов подряд, не считая слив. А по теории вариантов, вы знаете, что такое это самое? Когда выводят сорты по науке. 2,5 тысячи семечек посадите. И только в одной из двух с половиной... Это данные науки. Я не говорю, что они абсолютно точные. Есть нюансы там. Привитая, где и не привитая. Но эту цифру не я придумал. Извините, господа ученые. Это от вас. Итак, одно из двух с половиной тысяч семечек имеет свойство одного сорта. Это в одной. А еще в одной. А у третьей 2,5 тысячи. Я же школьный этот самый, как его сказать, пятерочник по математике. А умножьте еще на 2,5 тысячи. Пятое еще на 2,5 тысячи. Еще на 2,5 тысячи. Итак, вероятность, что у нее случайно с 8 семечек оказалось 8 сортов сладчайших равна. Правильно? Там, если не ноль, то там сотни этих, нечистые ноль, то после запятой сотни нулей. Вот что такое, Татьяна Александровна. И вот тогда я поверил, что силой мысли она родила эти сорта. Силой мысли. А потом умерла. Она продлила ей жизнь, потом умерла. А потом дочь ко мне звонит и говорит, что мне делать? Вот. Я же раскрутил ее. Я говорю, как что делать? Сейчас я быстренько это... Я на ваш вопрос отвечаю. Вот. Что мне делать? Я говорю, по этой переписку. Раз ей. Вот. А здесь-то что написано? К сожалению, не могу развиваться разведением сортов. Хочу продать сорта. Я сказал дочке, продавай сорта. Вот. Настроил где надо, информацию где мог. Тогда меня... Даже тогда меньше знали, но больше уважали. Вот. И поехал к ней один из ученых из одного из телябинских этих... Научных учреждений. Ну, поехал на халяву. Сейчас я этого говорю. Вот. А она мне говорит, что делать? Я говорю, мама... Она на том свете, ее посмертное... Продать. Вот она, видели? Продать. Вот. Продавай. Естественно, человек, который думал... Он ей говорил, как? Это я для вас подробно говорю, потому что еще проблема-то не закончена. Еще мы спасем. И вдруг... Он ей говорит, ну, мы у вас возьмем эти веточки, все. Мы с ними позанимаемся. Через столько-то лет выйдет новое... Попадет в госсредство. Мы потом рассчитаемся. Ну... Я ей говорю, ну, веришь, что рассчитается? Ну, пожалуйста. Вот. Вот давай. Вот мама твоя сказала, продать. Она меня просила помочь. Короче говоря, на этом все. Человек уехал. Денег не выложил ни копейки. Она ему не продала. И на это все, что я знаю. Дальше связь прервалась. И где-то сейчас, может быть, еще живы... А вы знаете, как быстро дичают деревья, когда умирает хозяева? Такое впечатление, умирает вместе с ними. Я убедился это не раз. Сразу это деградирует. Сразу. И какая судьба. И вот тогда я точно так же красиво, да. Вот как сейчас. Не красиво. Эмоционально я рассказывал. Говорю. Надо. А ведь это же дело ее жизни. Ведь это же... Мы обязаны. Мы это. А кто мы? А, все. Поехали. Дальше. Короче, попробуйте сами что-нибудь добиться. Тем более, вы сказали, рядом живете. А теперь это все. Палычку эсофету вам передал. Продолжайте. Я в свое время сделал все, что мог. Здравствуйте, Антон. Сегодня выступление железа. Можно узнать его мнение. Так. Часть своих абрикосов я обсыпал с золой. Снег быстро тает. На какое действие золой на сами абрикосы? Ну, снег быстро тает. Это хорошо, конечно. Раньше засветут абрикосы. Раньше попадут под заморозок. В одном случае. Или успеют. Наоборот, до заморозков завязаться плоды. А значит, уже не так опасен заморозок. Ну, это я бы ее обсыпать не стал. Это уже такое дело. Не угадаешь. Но действие золы на сами абрикосы. Если бы мы посыпали снег весной, нормально. Вот. Мульсирование с помощью золы, так как я. А вот, значит, уже много лет как перестал удобрять сад. Мне интересно, что будет. А у него качество плодов не уменьшается. Вот я сегодня, вот жалко. Я был в деревне. Я посмотрел. Кто вспомнит густой, я вас еще учил. Что трава остается. Листья. Густой, густой слой листья. Сейчас посмотрел. А листик такой тоненький слойчик остался. Все остальное уже. Как бы ни было, эти. Мороз морозом. А червь жрали, видно. Осталось где-то процентов 10. Вот. Но я же не это самое. Не сумасшедший, чтобы брать грабли и лишать червей. Вот. Но это ладно. Короче, раз я прекратил удобрять деревья. А трава такая же густая. А скошенная трава является основной частью. Теперь плюс сколько печка дает. Вот так. Пожмите подрослое дерево. Вот. Не хуже, не лучше. Вот. Другое дело, что как вот золу сыпали без меры. Это было. Это я знаю. Вот. Да это, конечно, вредно. Почему? У зола очень сильно действует. У нее очень много полезных веществ. В принципе, да. И азота много. Она так действует на... Ну как? Насыпьте ее просто на траву. Увидите, что трава пойдет растить в разы больше. А кто сказал, что нам нужно стимулировать рост тех же абрикосов, яблок? Поэтому, если вы сыпите золу под абрикосы, вот норма, которая уже проверена. Вот сколько на ладони влазит. Рассыпьте ее вот так вот. Отступили метр два от штамба. Вот это и все. А если больше, на ваш страх и риск. Так, итак, вот он, Николай Склокин, который знает...